Участников воскресной акции в этот раз было значительно меньше, чем в первой. Большинство не хочет поддерживать невнятный протест. Молодежь и взрослые постепенно поняли, что акция заключается только в том, чтобы столкнуть лбами полицию и граждан. Полиция у нас очень профессионально работала. Я лично сам был свидетель. И первую, и вторую акцию. Дубинки даже не доставали. Отсекали кайкунов, отсекали провокаторов, провожали их в свои, скажем так, автомобили, с ними там беседовали. Были провокации, когда люди провоцировали. Вот этот молодой человек, который около художки, где стоял рядом, он прямо бросался на полицию. И когда его начали задерживать, он начал падать, там одежду с себя срывать, как говорится, его там полицейские подняли и положили. Он орал, кричал. Народ что-то там было, начал. Отпустите, отпустите. А потом перестали. За Антоном Куликовым мнение казачества и ветеранов боевых действий. Он считает, что его друзья и соратники способны, если понадобится, встать живым щитом между крикунами и народом. Его коллега по работе в общественной палате региона, Василий Дронов, солидарен с точкой зрения атамана. Методы Навального не изменились. Это максимальный пиар через средства массовой информации. Само реклама, самоутверждение никаких позитивных последствий это не несет. Поэтому об акциях я знаю из средств массовой информации. Наблюдал выложенные прямые ролики. Что могу сказать? Что это чистейшей воды провокация. Вовлекать детей в такие мероприятия – это подлость. И тот человек, кто это делает и организовывает, не заслуживает ни доверия, ни внимания. Участие в незаконных акциях – это правонарушение, которое влечет за собой административную ответственность. Причем, если ребенок еще мал для того, чтобы держать ответ за собственные поступки перед государством, перед законом придется отвечать родителям. Хотелось бы обратить внимание, в первую очередь, родителей, которые осуществляют контроль, надзоры, которые отвечают за своих детей, особенно несовершеннолетних. Они должны внимательнее относиться к тому, где у них бывают дети, с кем общаются, какие места они посещают. Потому что, если несовершеннолетний ребенок будет задержан на таком мероприятии, а я знаю, такие случаи есть, ответственность ложится у нас на родителей. То есть протокол об административной ответственности составляется на родителей. Мнение юриста основано на знании закона. И все большее количество людей научилось разбираться, где политика, а где личная пиар-компания одного человека. Субтитры создавал DimaTorzok